Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресный день за богослужением, читается Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьякона Свято-Троицкой Александра Невской лавры отца Александра. Во время Оно, вшедшую Иисусу в Капернаум, приступи к Нему, сотник, моля Его и глаголя. Господи, отрок мой, лежит в дому расслаблен, люте стражда, и глаголы Ему Иисус. Аз пришед ицелю Его, и, отвечав сотни, кричей Ему. Господи, несем достоин, да под кровь мой вни деши, но ток морцы слово исцелит отрок мой. Ибо аз человек есем под властью, и мы под собою воины, и глаголю сему, иди и идет, и другому приди и приходит, и рабу моему сотвори сие и сотворит. Слышав же Иисус, удивися, и речи грядущим по нем. Аминь, глаголю вам, в Ниву и Израиле талики веры обретох. Глаголю же вам, якомнозе от востока и запад придут, и возлягутся Авраамом, и Исааком, и Иаковом во Царствие Небеснем. Сынове же Царствие изгнание будут во тму кромешнюю, то будет плач и скрежет зубом. И речей Иисус сотнику, иди, и як уже веровал, если будет тебе, исцеле отрок его в той час. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему, сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягутся в Раамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». «И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час». После исцеления прокаженного Господь направился в Капернаум, где и совершил чудо исцеления слуги сотника, офицера, стоявшего во главе римского воинского гарнизона из сотни солдат. Сотник много слышал о чудесах, совершенных Господом, и узнав о прибытии его в Капернаум, подошел к нему и просил, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Христос, заранее зная, что сотник уже верует в Него, как в Мессию, и желая, чтобы его великая вера была открыта для других, сказал, «Я приду и исцелю его». Блаженный Иероним Стридонский пишет, что Господь обещает сейчас же пойти и исцелить слугу, потому что видит веру, смирение и благоразумие сотника. Веру в том, что он из числа язычников веровал в возможность исцеления спасителем расслабленного. Смирение в том, что он считал себя недостойным того, чтобы Господь вошел под кровлю его. Благоразумие в том, что он под телесной оболочкой усмотрел скрывающееся божество. По римскому закону раб был живым бесправным орудием. Обычно нетрудоспособного раба выбрасывали умирать на улицу. Отношение же этого сотника к рабу было совсем иным. Уважение и глубокая человечность. Готовность приложить все усилия, чтобы спасти своего раба. Сотник знает, что одного слова Христова достаточно, чтобы исцелить его слугу на расстоянии, а потому просит, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Ефимий Зиговен замечает. Этими словами сотник показывал, что если он, будучи человеком подвластным другому вследствие ограниченности своей власти, имеет значение одним словом, то гораздо более Христос, будучи Богом, все содержащим в своей власти и могуществе. «Смирение и сила веры язычника настолько тронули Спасителя, что он, обративший к сопровождавшему его народу, воскликнул, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры», подразумевая весь еврейский народ. Опровергая мнение иудеев о том, что только они одни могут быть членами царства Мессии, «Господь предрекает, многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешне». Вечный пир с Авраамом, Исааком и Иаковым был у иудеев народным изображением небесного блаженства. И так как на Востоке приглашенные гости возлегали за столом во время пира, то иудеям казалось, что в Царстве Небесном они возлягут с Авраамом Исааком и Иаковым. Но если многие из язычников окажутся достойными вместе с ветхозаветными праотцами наследовать это царство, то иудеи за свое неверие в пришедшего Мессию будут извержены во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. Архиепископ Оверкий Таушев поясняет, «В этих словах Господа Царство Небесное представляется под образом вечери или пира. Чем-либо провинившихся гостей выводили из комнаты, где проходила вечеря, в кромешную тьму, на холод, который противопоставляется теплой и светлой комнате, и изгнанные скрежетали зубами от холода и досады. Образ этот понятный всем взят для того, чтобы нагляднее представить вечные мучения грешников в аду». Слова эти были сказаны спасителям с одной стороны, чтобы смирить надменных иудеев, которые хвалились своим происхождением от Авраама. С другой стороны, чтобы утешить и привлечь к вере тех, которые происходили из язычников. Господь, дорогие братья и сестры, обращается к сердцу каждого человека. Служа своим ближним, которые ждут нашей помощи, мы ступаем на стезю деятельной евангельской любви, которая преображает мир вокруг нас и позволяет стяжать такую веру, какая была у римского сотника. И именно такая вера открывает человеку вход в Царствие Божие. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Продолжение следует...